Кто по лужам в припрыжку, кто в обход. Попасть на остановку и остаться с сухими ногами не получится. По грязи ходим всегда, сыро, грязно. Вот так и живем. У нас вообще вода стояла. Маршрутки по колесам заезжали. Добраться до остановки – полбеды. Чтобы попасть в маршрутку или автобус, тоже придется прыгать. К бордюру паркуются единицы водителей. На метр-полтора вокруг разлетаются и брызги грязи из-под колес, проезжающих мимо машин. Анна хотела поднять настроение себе и окружающим. Для хмурого дня выбрала образ в модных сегодня молочных оттенках. Но, похоже, вечером ждет большая стирка. Иронизирует Амичка. Ну, я в основном на такси перемещаюсь. Просто сегодня так получилось. Ну, конечно, очень неудобно. Я вот впервые за три дня вышла и ужаснулась, что происходит на нашем районе. Не три дня, а три года поправляют местные. После дождя в этом микрорайоне стоит грязь и лужи по колено. Раньше еще и дорога была вся разбита. В этом году проезжую часть отремонтировали. А вот про ливневки в мэрии, наверное, забыли. Разводят руками Ольга Владимировна. Хотя, по словам Амички, жители микрорайона жаловались в департамент городского хозяйства. Все обходят. Вон там бабушки торгуют. Они тоже говорят, наконец-то, если учтут вот это все. Телевидение приедет. Они тоже устали обходить. С тележками вот так обходить. Внимание к своей проблеме просят местные жители. Поздняя осень и ранняя зима для тех, кто пользуется общественным транспортом, превращается в водный аттракцион. Вот только играть в такие игры у Амичей уже не хватает терпения. Просьбу жителей мы передали официальным запросом в департамент городского хозяйства. Ждем ответ.